Приветствую! Так что же, праздников больше не будет? Нет, конечно, праздники в нашей жизни, безусловно, еще будут, но другие, а может и старые. О чем идет речь? Законопроект номер 9009. Такая красивая цифра 9 009. Этим законопроектом предлагают убрать часть праздников, к которым мы привыкли, и заменить их на новые. И вот сейчас мы посмотрим, какие праздники хотят заменить, и у меня главный вопрос к вам. А готовы ли вы, скажем так, морально к замене тех праздников, к которым мы привыкли, которые мы всю жизнь праздновали? И я, наверное, даже сделаю голосовалку, чтобы действительно узнать ваше мнение, насколько люди нуждаются вообще в таких изменениях. Действительно ли это настолько важно на сегодняшний день? Так, не буду затягивать, давайте смотреть, какие же это праздники. Поехали! Сейчас вы видите на своих экранах поревняльную таблицу к этому законопроекту. И вот мы видим, какие праздники есть сейчас, да, вот эта часть у нас, да. И, соответственно, те праздники, которые выделены жирным, хотят изменить. Это 8 марта, международный женский день, 1 мая, день труда и 9 мая, день победы над нацизмом во Второй мировой войне, день победы. Вот именно вот эти три праздника, 8 мая, 1 мая и 9 мая, хотят удалить, да, из нашей жизни, так сказать, и заменить их на вот какие праздники. 25 февраля день украинской женщины и день рождения Леси Украинки. 9 марта будет у нас Шевченки в день, день народжения Тараса Шевченко. И друга неделя травня день матери. То есть, в принципе, мы вроде бы не теряем праздников, да, то есть было три, осталось три, заменили на три, да, три удалили, три добавили. Что мне, кстати, понравилось в пояснительной записке к этому законопроекту, что оказывается, что день матери в Украине празднуют уже сотни лет. Ну, не знаю, на сколько сотни лет мы празднуем день матери, это не мне решать. Вот, вы напишите, что вы думаете по этому поводу. Смысл, конечно, вот этой замены в дальнейшей такой себе декоммунизации законодательства и культурного пространства, да, то есть мы просто пытаемся заменить те привычные праздники, которые ассоциируются с Советским Союзом, советским прошлым нашей страны, на новые праздники, которые будут чисто наши, чисто праздники государства Украина. Вот, что вы думаете по этому поводу? Насколько нужны эти праздники? Насколько целесообразна такая замена? Насколько целесообразна такая замена на сегодняшний день? Вот давайте об этом поговорим. Возможно, конечно, это хорошая идея с учетом того, что вообще происходит в нашей стране сейчас. Но, с другой стороны, я не знаю, мне кажется все-таки, что на сегодняшний день есть более такие насущные вопросы, которые депутаты государства должно решать, а не заниматься вот этим изменением праздников. Тем более, вот я правда хочу сейчас сделать опрос и посмотреть ваше мнение, чтобы понимать, на самом деле, насколько вот этот законопроект опасен, опасен в каком, а не расколет ли он общество. Да, не начнутся ли у нас баталии, когда мы будем, часть общества будет считать, что это привычные праздники, их нужно сохранить. Другие скажут, эти праздники были там установлены Советским Союзом, и поэтому их надо отменить. И вот я боюсь таких вещей, потому что сейчас не то время, когда стоит поднимать те вопросы, которые могут расколоть общество. Сейчас то время, когда, наоборот, нужно максимально объединиться для того, чтобы выжить в этих тяжелых условиях. А вот такие законопроекты, как мне кажется, наверное, будут раскалывать общество. Друзья, ну вот здесь как раз хочу, не знаю, с вами пообщаться по этому поводу, поговорить. Что вы думаете по поводу такого законопроекта, и как вы думаете, вот насколько он повлияет сейчас на ситуацию в обществе в целом. Может быть, он вообще пройдет незамеченным, и люди настолько обеспокоены вопросами выживания, что этот законопроект вообще их не беспокоит. Не знаю, посмотрим. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.